всем привет дамы и господа с вами алексей и youtube канал австралия ролик ну что ж друзья во первых извиняюсь за задержку с видео обычно выходит у меня уж как минимум по пятницам если не происходит чего-то экстраординарного да наши клоуны там не исполняют ребят сегодня уже понедельник задержал практически весь уикенд друзья мои это потому что я на самом деле в отпуске у меня все отпуск никак который начался там пару месяцев назад вместе с началом лета нашего австралийского никак не закончится он успешно продолжается ребят я буквально сейчас опять сижу на чемоданах завтра гружусь в авто и отъезжая опять по побережью в байрон бэй в сторону байрон бэй там всегда позитив тепло и солнечно ребят поэтому была задержка с пятницы ребят на сегодня давайте уже так сказать не затягиваю потому что столько всего произошло тем миллион времени нет на ютубе как всегда друзья мы еще раз хочу напомнить особенно тем людям которые нас смотрят впервые у нас есть телеграм-канал подписывайтесь по ссылочке особенно на telegram чат не только группу австралия рулит telegram чат вам дает доступ к обсуждению где сидим мы австралийцы и обсуждаем все что мы не успеваем обсудить на ютубе а это 90 процентов но что мы можем здесь обсудить в рамках одного там видео которое я стараюсь держать в рамках 30 минут потому что 30 минут там много уж больше куда ваше внимание держать ребят таким образом подписывайтесь на telegram канал и давайте к делу ребят ну за этот промежуток времени что меня не было в эфире безоговорочным лидером у нас очередной раз оказался владик все началось с того что я если вы помните буквально мои предыдущие видео я думаю это последнее видео я еще раз разжевал на пальцах тот простой факт по отказом в визах что конкретно простейшую мысль я пытаюсь в миллионы раз из видео видео донести мысли абсолютно простая что подаваясь через вадика и петрова тут разницы нет я попозже опять миллион раз повторю попробую объяснить почему нет разницы подаваясь через них на студенческую визу а дешевые говно колледжи на дешевые говно курсы вы играете в очень опасную лотерею по которой по результату в 99 процентах случаев вы получите отказ студенческой визе уже на 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 стадии подачи на нее поймите простую вещь почему потому что говно колледж и такие говно агенты как петров и герасимов именно призваны заполнить эту нишу так называемых образовательных услуг низкого качества для бедных людей отсюда и цены до максимально низкий отсюда и качество плохое данного говно образования да и все все это понимают что это просто лазейка для любого подающиеся подающегося через них а тупо нелегально иммигрировать в австралии просто задняя дверь все это понимают включая сотрудники иммиграционного департамента которые непосредственно вам будут давать вердикт по вашей визе понимаете то есть че подаваясь через них вы уже фактически получаете отказ да а тот сотая процента которая получает все-таки визу да здесь уже вы заезжаете да и на вас сваливается осознание что этот говно курс на который у вас еле накопили деньги накопились деньги а то вы еще и заняли кредит там советуют в комментариях взять кредит это только начало что получить визу еще вам нужны годы дорогого обучения прежде чем вы можете только начать претендовать на какой-либо постоянный статус в этой стране о гражданстве речи нет и тут-то вас начинает разводить по полной бесконечным обучением и у вас порочный круг понимаете да ребят я эту фразу повторял миллиард раз своих видео последнее видео видимо триггернула вадика потому что что значит по-видимому я точно знаю что в комментариях где он всех банят и чистит у него в фейсбуке причем речь не только на ютубе речь в основном о его вконтакте и ютубе их не говна группе австралия там с лисом понимаете о чем я говорю да там у него хейт вообще он только успевает почищать мы скрины не успеваем делать петров все мониторит петров все от мониторил так там ему люди везде задают вопрос а вот что там алексей говорит то есть я да что у вас в принципе бизнес на отказах и через вас подаваться это ошибка то что я и говорю понимаете да а значит вадика наконец-то триггернула потому что уже вау у него и был этих сообщений и вопросов которые он ему ответить нечего сказать нечего потому что это факт значит его триггернула он записывает видео и он еще я даже не могу это назвать почему триггернула сразу видно подгорел пердак потому что выдрест ниоткуда 2-2 минуты ребят хронометраж выдреста две с половиной минуты так понимаете значит он в этом выдресте то есть вадик обычно такие на полторы минуты выдресты только очень скоропалительные делает он сначала его сделать а потом подумают что он сделал но вот он сделал ребят значит вадик ничего не не придумал лучшего да то что отвечать то надо как якобы дистанцироваться от от петрова когда там два сапога пара вообще да и сказать что да он со мной фактически согласен что подаваться в колледже дешевые не надо а вот 150 долларовый колледже в неделю не надо подаваться подавайтесь в наш киви education через нашего агента у нас аж за 200 обучение не говоря о том что это тоже говно да более того петров когда выплыл аж с полчасовым ответом в адику ребят посмотрите это цирк если я сейчас буду еще комментировать петрова я вверх не посмотрел полчаса петров у нас дрищет часто но коротко и быстро да там по три минуты по пять минут выдрестнет а в этот раз полчаса ребят у него годами не было полчасового видео но порвало его полностью да то что варик конкретно переобувается соглашается со мной что в говноколледж это это отказ и начинает говорить что вот указывать пальцем вот вот это петров он у него отказа вы прикиньте то есть старое продолжающиеся десятилетиями до 10 лет назад они начали свара между этими аферистами еще когда там ядаринкин было ядаринкин сейчас дистанцировался лохотронит сам один понятно да там ловить им с этими двумя аферистами нечего это все одно и то же раньше был вадим герасимов сейчас якобы перебрендировали лохотрон в интересной австралии киеве одурейшин я вас умоляю ребят ну вадик это за кого он вас держит что он просто сказал алексей правда не надо подаваться в говноколледже а вот подавайтесь через меня мы же подаем вас не в говноколледже а вот петров он вас подает в говноколледже ну ладно ребят давайте конкретно уже к видео вадика да она всего лишь две с половиной минуты и я фактически буду цитировать каждую его фразу потому что каждая фраза это шедевр ребят это шедевр значит речь идет об выдрести вадика отказ визе и гражданстве на заставке предупреждение ребят конкретно просто цитирую комментирую это шедевр каждая фраза это шедевр всего лишь я говорю два две с половиной минуты вадик начинает видос каких-то там приводит дал вот схема пошла с индусов китайцев существует схема в результате которой это цитата вадика отказы визе вам приходят и падает рейтинг учреждений учебных а также рейтинг стран здесь он забывает сказать о агентском рейтинге тоже потому что каждый отказ снижает рейтинг агенты еще раз ребят я это миллион раз повторял не только страны обладают рейтингом рисков иммиграционных оттуда кто не помнит о чем или не понимает о чем я говорю посмотрите от у меня есть на эту тему видео не только страны имеют рейтинг иммиграционный грубо говоря с сша не имеет имеет наивысший рейтинг по надежности допустим россия плохой рейтинг сомали еще хуже по моему они одинаковы но и учебные заведения тоже по тому насколько они более приближены к лохотрону до задней двери для нелегальной иммиграции в эту страну то они тоже имеют рейтинг и в ста процентах случаях случаях да это дешевые шарашкины конторы которые работают с такими аферистами как петров и герасимов почему потому что дорогие учебные заведения имеют в штате своих сотрудников по работе со студентами по зачислению в штате на зарплате постоянной это государственные учебные заведения там на пушечный выстрел не подпустят никакого петрова и герасимова услышьте меня я говорю это уже из видео видео миллион раз наверное повторял еще раз если это заведение говорит петров или герасимов я работаю с ними не подходите на пушечный выстрел не к петрову не герасимов не подходите на пушечный выстрел к этим учебным заведениям это красная тряпка для иммиграционных офицеров вы получите отказ в виде далее и о чем забывает вадик сказать в этом видео это о том что также каждый отказ это красная галка против агента понимаете ко мне тут песик лезет на коленке пришел песик не надо вот и серьезными делами занимаемся ларс давай гуляй отсюда нас ребят что дальше несет колы 10 человек русских недавно получили отказ студенческой визе из-за этого метода к счастью это не студенты киеве одурейшин значит естественно имеется ввиду у петрова 10 человек получили отказ сейчас и петров полчаса распространяется объясняет почему они получили отказ ну что ему потому что это факт люди онлайн сейчас интернет они сейчас видимо там набрасывают негативные комментарии в комментах им в контакте в фейсбуке там у вадика значит да у петрова походу получили отказы сейчас партия прям они подались получили отказ все но самое смешное что вадик говорит к счастью это не студенты киеве одурейшин ребят за кого он вас принимает дело в том что у киеве одурейшин конкретно увадик я сейчас не говорю про копца дурачка этого про дениску идиота о нем чуть-чуть я в конце может быть скажу если успею я не говорю про эту ирландскую мамашу бандершу которая лохотронит 15 лет я помню она лохотронит по всему интернету фейсбуку свое ирландии сидит ребят когда воде говорит я говорю про австралийская да как бы у час рембри 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 ребрендированы лохотронки яду рейшин да типа вадик вот представитель директор так называемом кислых щей до директор а он говорит это не студенты киева дуришь у вадика сейчас студентов ноль нет ни одного студента о чем он говорит я не понимаю из-за кого он, точнее я понимаю что он просто врет якобы о каких студентах речи, у тебя ноль студентов калоголовый ты кого здесь пытаешься надурить то значит за кого он вас держит я не знаю к счастью не о его студентах речи, да у тебя нет студентов начнем с этого и не будет далее, кавычки открываются хочу вас предостеречь ибо если вы получите отказ, то получить в дальнейшем любую визу без агента практически невозможно здесь Вадик что делает? правильно, кошмарит лоха и говорит вот у нас тут Кощей вот через него надо делать а то-то, если получите отказ без агента будете подаваться сами с усами да то потом все у вас короче только через агенты и так далее я вам зачитаю комментарии которые под этим видео он еще не успел потереть а он успел потереть но я успел заскринить и они у нас в телеграм канале ребят это цирк просто это реальный цирк значит дальше он идет цитата опять Вадика как работает схема вас приглашают в Австралию на дешевые курсы например языка потому что курс не только языковый есть есть говно IT говно бизнес ну вы понимаете Вадик дальше говорит эти курсы 150 долларов в неделю а средняя цена 300 в неделю не Вадик 300 она никак не может быть средняя при личном учреждении потому что я платя в дорогой один из лучших колледжей языковых в Сиднее 23 года назад в 98 году я платил что-то 260 долларов как через 23 года средняя цена может быть 300 я не говорю что она там 1000 но 300 что-то маловато ребят маловато а у нас в Киеве говорит Вадик начинается от 200 можете найти дадим за 200 то есть вот 150 это лохотрон у человека с цифрами ну там понятно я математик у Вадика с цифрами он вообще не дружит смотрите что он говорит для любого человека у которого 2 плюс 2 он знает сколько Вадик понятно ПТУ какой там 2 плюс какой матанализ начертательной геометрии идиот говорит 150 долларов это лохотрон колледж лох колледж а вот у нас средняя цена 300 то есть в 2 раза больше да средняя не самая высокая еще и не ближе к топовым заведениям а вот в Киеве идите к нам мы за 200 вам сделаем то есть он даже не понимает что это всего на 50 долларов выше чем лохотрон но у кого математика хоть мозги чуть-чуть есть понимаете да на 50 долларов всего лишь больше чем 150 что по определению Вадика лохотрон но все равно на целых 100 долларов ниже среднего то есть на много потому что 100 долларов от 200 долларов это сколько правильно 50 процентов то есть Вадик предлагает 50 процент на 5 курс говнокурс на 50 процентов дешевле среднего на 50 процентов это много в 2 раза и который всего лишь на треть дороже на 50 долларов чем 150 лохотрон и говорит у нас хороший курс Вадик ты дурачок ты не изучал математического анализа как я это делал ты вообще ничего кроме ПТУ своего не видел и токарного станка и поэтому я понимаешь я вот это могу говорить часами но у меня нет такой возможности а кто кто не понял тот поймет как говорится да ребят идем дальше а то так можно час объяснять почему Вадик дурачок дальше что говорит Вадик студент приезжает и получает два урока в неделю идти онлайн дальше цитата студент может искать это преподается студенту как типа хорошо студент ты можешь искать работодателя ходить на собеседование устроиться на работу но это естественно бред какой там ты без английского какая работа какие работодатели и какие собеседования но вы понимаете да так более того Вадик сам постоянно это педалирует что приезжайте и будете учиться да а здесь он говорит что как бы вам вот это тоже впаривает возможности это плохо так он сам так впаривает ты типа только только въедь а здесь уже на обучение дальнейшее заработаешь якобы схема работает на самоокупаемости но мы то знаем как она работает на самоокупаемости вон русскоязычные бордели не к ночи будет помянуто всегда были и есть понимаете да о чем ребят и смех и грех короче а сколько суицидов среди студентов вот так вот которые повелись что говорит дальше Вадик но для получения визы нужно учиться на полное время а вас надуривают что ваш иммиграционный агент разрулит ситуацию и знает как получить визу даже если вы не подаетесь на курс который обучение фоллтайм тем самым данный агент нарушает закон говорит Вадик ребят значит здесь не вдаваясь подробностей здесь Вадик начинает передергивать передергивать понятия и подмену понятий вам прокидывает аудитория что якобы проблема на самом деле фуллтайм и не фуллтайм нет ребят проблема что есть говноагенты предоставляющие говнообучение в говноколледжах это Вадик и Петров в этом проблема против их заведений против их фамилий Вадик еще не успел наработать себе банов но у Петрова за 20 лет того что он лохотронит у него уже там красная тряпка висит на экране вспыхивает как только через него какое-то очередное очередная жертва подается поэтому у него 10 отказов которые Петров кстати в своем ответе получасовом не отрицает вы посмотрите на его рожу на Петрова ну отказы ну бывает че я обжегся начинает там метафорами сыпать людям отказали в визе и я здесь не могу не согласиться я миллиард раз говорил если вы получаете один отказ дальше очень сложно ребят дальше очень сложно понимаете и тут Вадик начинает подмену понятий что якобы проблема не в говноколледже и в нем в говноагенте которому в 99% сразу отказ в визе а якобы в каких-то там часах учебных и так далее фултайм не фултайм значит я вам говорю это все туфта кстати я Петрова я не успел полчаса посмотреть я прокликал там Петров по-моему даже приводит что нифига это не так можно там по 20 часов учиться нет вопросов получаешь визу я вам еще раз говорю фултайм не фултайм ссылка там Вадик приводит это ерунда все что интересует иммиграционного офицера он на вас смотрит как на 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 вашу покупательскую способность да если вы богатый человек то а вы с меньшей вероятностью захотите эмигрировать в Австралию тем более уйти на нелегальное положение работы и так далее понимаете вот и все и если вы подаетесь в дорогое заведение то вероятность этого исхода нежелательного для Австралии меньше если вы извиняюсь за выражение нищеброд ничего личного только бизнес да и подаетесь и думаете а знаете еще есть многие которые подаются через Владика и через Владика никто не подается но через Петрова подавались люди они еще думали что у Петрова прямая связь с богом в виде там иммиграционного министра иммиграции понимаете о чем я говорю да Петров же вещает что у него прямая связь с богом они еще думают эти люди что они еще хитрожопые ну зачем платить столько если можно платить столько понимаете да ну хитрожопость обычно встречает реальность которая не очень так сказать уже ожидаема в конце концов и разбивается об реалии жизни в виде отказов в визах и прочим о чем идет речь ну дальше идет вообще полный бред цитата если вы отучитесь на такой студенческой визе якобы в говноколледже который он продает получите потом гражданство ну то есть лет через 10 да вы просто начинали свою длинную дорожку обучения в Австралии с говноколледж допустим то потом такое гражданство у вас отберут такие нарушения не имеют срока давности опять кошмарит лоха Вадик то есть опять давайте к нашему агенту и только к нам далее цитата на этапе сбора документов делайте все честно чтобы не иметь впоследствии проблем понимаете да значит ребят ну я давно говорил что я человек работающий 20 лет в судах да когда слышу вот такого не знаю как назвать прилично можно ютубе условно назовем Вадика да с ПТУ ничего против ПТУ но просто Вадик да вопрос не кто ты а как ты себя позиционируешь но ты позиционируй себя в пределах своих возможностей в том числе и образовательных своего образования интеллектуальных способностей и так далее но если ты себя позиционируешь не выше своих способностей то это заметно людям включая меня понимаете да значит здесь Вадик начинает кошмарить лоха что вот вы подделываете документы на еще на заявление на студенческую визу ребят я в каждом видео чуть ли не в каждом видео миллион раз повторяю эту простую мысль сотрудник иммиграционного департамента смотря на вашу аппликацию на визу в 100% случаев да если вы не внучка Абрамовича или не дочка да понимает что вы обучаться хотите обучаться тем более в говноколледже за копейки просто чтобы вам дали визу вы сюда заехали а потом ваша иммигрантская дорожка вас уведет извилистая куда кого-то туда кого-то сюда он это все понимает так вот вы заведомо врете на своей аппликейшн что вы получаете визу студенческую на самом деле вы ее получаете с иммиграционной целью я вот эту простую вещь пытался сказать миллиард раз до вас донести но если бы это было все нет ребят что Петров что Вадик с агентом они сидят без агента я прям помню четко Вадик с агентом сидел чуть ли не с Чихуновым еще он сидел они прям ха-ха так можно же там типа ну как 20 тысяч долларов показать ну ха-ха такие сидят ну мы знаем как и показать да Вадик такой это же не значит что они у вас там должны лежать ну вы перевели их откуда-нибудь да на свой аккаунт показали выписку а потом отдали откуда вы взяли понимаете ребят эти видео есть они у нас скачаны да потому что когда-нибудь это попадет в суд и как бы вы посмотрите это я миллион раз к этому обращаюсь обращаюсь значит здесь в варианте Вадика и Петрова ни одной визы ни одной аппликации нет без подделки документов это может быть опыт работы это может перевод документов в том числе официальный вы не думаете что официальные переводы не подделывают это подделка образовательных дипломов с дипломом с опытом работает вообще нет неподделанного поймите в той или иной степени это подделано да я это знаю изнутри поэтому мы не занимаемся студентами мы знаем что это такое понимаете это дно в плане вот этот бизнес не студенты студенты пожалуйста я сам заехал как студент но в самый дорогой колледж дне далее и вот этот калоголовый слесарь говорит что делайте все честно а то у вас отберут потом паспорт что бред да за то что вы отучились в говноколледже Петрова понимаете да и приходите к нашему агенту Кащею он все вам сделает распространите данное видео спасибо ребят за внимание напишите что вы думаете под видео две с половиной минуты выдрис Петров конечно обалдел Петров в ковиде лежал он не выпускал шесть дней видео а я вообще уже волноваться начал типа он как там может на аппарате искусственное дыхание с богом уже разговаривает не ничего оклемался антиваксер оклемался но вы представьте да для Петрова который срал три-четыре видео в день он там четыре-пять дней не выходил в эфир понимаете да поднакрыл неплохо Рамзеса но ничего может пить завяжет ребята что ж пишут Вадику как он попросил внизу а я вам зачитаю там это еще все висит но кое-что уже подтерли все в нашем телеграм-канале посмотрите Алексей некий пишет а почему без агента невозможно будут перепадаться будет перепадаться а ваши агенты в случае отказа возвращают деньги я думаю нет Вадик отвечает вы попробуйте получите два отказа тогда уже не всякий агент возьмется вам помогать типа кто ты такой мне здесь предъявляешь то есть не вообще передергивает как всегда но обычное передергивание фактов и подмена ему задали один вопрос а он говорит другой совсем не отвечая на этот вопрос что отвечает Алексей вы мне не ответили вы мне ответили не на тот вопрос что я вам задал умный человек ну обычный просто не не такой тупой как Вадик допустим человек подался в первый раз на визу с помощью вашего агента и получил один отказ потом второй отказ ваш агент возвращает деньги в случае отказов он несет какую-нибудь ответственность перед клиентом тут Вадик рвет полностью бомбануло смотрите что пишет Вадик я не обсуждаю допустим в кавычках особенно когда ваше утверждение подпадает под определение defamation Вадик часто использует этот термин но я человек опять же повторюсь работающий в судах просто уже не могу удержаться Вадик ты как только попадешь первый раз в суд и тебе объяснит судья что такое defamation но уже будет поздно ты узнаешь что это такое но уже будет поздно потому что ты уже все продашь что у тебя есть съедешь под мост со своим выводком да и еще останешься должен Вадик так что ты давай ты говори говори мы все мы все качаем люди тоже качают то что ты там выдристываешь ты говори говори это не замысловано это не людям из СНГ да тут ты терминологии кидаешься австралийский суд это не твоя аудитория Вадик попомни мои слова значит пишет дальше Вадик отвечает этому парню то есть он говорит что ты мне не на то отвечаешь во первых в киви одурейшин нет иммиграционного агента в штате и мы не принимаем никаких комиссий от агентов мы работаем бесплатно для студентов это говорит Вадик который всю жизнь да кто не знает посмотрите обвинение Петрова конкретно от агентов которые с ним разосрались с Вадиком он всегда брал за пушечное мясо приведенное к агентам деньги с агентов пипец тут понимаете ребят миллион раз уже сказано во вторых лично я доверяю дальше имя не хочу сейчас употреблять Кащея он вытягивает даже самые сложные случаи насколько мне известно у него отказов нет ребят вот здесь как бы уже просто сразу видно что за говно Вадик ну что когда ты говоришь насколько мне известно у него отказов нет ребят это как сказать что у хирурга ну какой-нибудь полосного хирурга никогда он не умирал пациент а или там травматолога хирурга да когда тебе перееханного поездом привозят или допустим там я не знаю лоер который никогда не проигрывал кейс фактически вы понимаете да вот это говно на на голубом глазу подписчикам пишет внизу что насколько мне известно у него отказов нет насколько им да кого волнует что тебе известно понимаешь ты просто являешься уже мразью потому что ты говоришь эту фразу я могу полчаса отдельно посвятить видео и рассказать почему ты мразь говоря эту фразу это для меня просто аксиома да а что такое аксиома Вадик Вадик аксиома это теорема не требующая доказательств да и вот то что ты мразь говоря фразу что насколько мне известно у него отказов нет у Кащея ты тире мразь это Вадик тире аксиома понял но я не буду на это тратить время потому что это аксиома ее не надо доказывать кто понял кто не понял тот поймет ребят читаем дальше в третьих Вадик пишет то есть его порвало на три абзаца условия ответственности как агента так и клиента перед законом закреплены в совместно подписанном договоре агент это представитель юридической системы Австралии еще есть еще вопросы имеются Вадик а ты уверен что ты вот так высказал этому человеку Алексею который тебя спрашивает вот так глаз на глаз ну ты в глаз бы не получил за такой ответ то есть он в третий раз не ответил на вопрос и в общем-то больше человека Алексея это его не спрашивает дальше смотрите некий подписчик enable простой простой коммент Петрова схема поди вопросительный знак что отвечает Вадик не важно чья схема главное не зачисляться в подобные колледжи или институты в кавычках ребят посмотрите мое видео здесь я тоже выпал валялся ребят посмотрите мое видео когда Вадик первый раз объявил что он теперь агент и вот там у меня учебное заведение оно именно называлось институт бизнес какой-то институт и я простебал это у себя видео посмотрите это всего лишь было несколько месяцев назад ребят время идет вот так смотрите что это что это что эти отбросы уже вам несут с эфира отброс как Вадик например да это же вообще Петров Петров 20 лет агент я не поим образом не обеляю Петрова он абсолютно ранит тот же лохотрон говноколледж образование называется точнее говноколледж получи паспорт это лохотрон нету паспорта через говноколледж через Петрова уж тем более Вадик но Петров 20 лет а я к чему говорю то что Петров МММ тоже деньги выплачивало кому то да в любой пирамиде куда ни ткни найдется кто то кто будет рвать на себе рубаху я все получил я не могу ничего плохого сказать и у Петрова такие есть я же этого не отрицаю но они но у него 99 процентов отказов вот и все а если нет отказов да то вы еще посчитаете еще меньше процент кто получил паспорт Австралии понимаете там вообще сколько будет 1 2 3 человека за 20 лет а тут это говно начинает говорить что там я там головка от чего там от буя да Вадик ты головка от буя вот кто ты понимаешь ты Вадик крякаешь только до того момента пока найдется незамысловатый человек я тоже несколько раз говорил бойся этого Вадик которого ты реально сюда завезешь и который поймет куда ты его и на что завез вот тогда Вадик ты бойся последствий я тебе четко говорю мне то че я у меня 20 лет 22 года в кармане паспорт то есть Вадик говорит подтверждает что это про Петрова видео и не нужно в такие институты в кавычках подаваться подаваться при том что он сам несколько месяцев назад продвигал и продавал этот институт ребят посмотрите видео там даже я привел google ревью там посмотрите на ревью там нет уроков нет преподавания студенты не говорят так называемый по-английски и белых людей нет никакого дисреспекта краси ничего просто факт Вадик обвинял в одном видео что в колледжах у Петрова нет белых людей ну кроме русских это понятно я согласен с этим а сам продает такой же колледж через дорогу в котором нет образования говнообразования по факту и нету белых людей понимаете в чем дело посмотрите это видео ребят Оксана Басильчук Юг не совсем с вами согласна я в голкосте училась за 150 в неделю в хорошей школе 6 часов 4 раза в неделю и со мной учились множество ребят из разных стран по студенческой визе хочу заметить они оформляли эти визы без агентов восклицательный знак многие из них получили сейчас тут рабочие визы визы остались жить в Австралии так что не все так печально как кошмарит лохов Вадик отвечает Вадик да вы правы опять передергивает факт опять не отвечает на то что его спрашивают из-за пандемии языковой школы понижали стоимость занятий а что ты взял что эта гражданка говорит о пандемии из ее поста не ясно что она в пандемии о пандемии говорит есть счастливчики которые приехали даже на короткие курсы и смогли остаться в Австралии из-за закрытых границ сейчас ситуация иная скидки на обучение уменьшаются важный момент вы учились 24 часа в неделю а это значит что вы не нарушали правила студенческой визы а вот мы приехали оказывается уже 24 часа в неделю это уже полное обучение а Вадик говорил о двух уроках понимаете вообще-то фуллтайм работа например это 38 часов в неделю но вы понимаете постоянно идет это я все вижу и понимаю я профессионал а что его аудитория что вы видите вы же этого не можете сразу а вот здесь он врет а вот здесь не так а вот здесь он соврал опять понимаете вы же не можете так как я могу что бы вы делали без таких людей как я сейчас ситуация иная важный момент вы учились 24 часа в неделю это я уже сказал и вы не нарушали правила студвизы пара онлайн уроков по 4-6 часов потому что в кавычках учебное заведение идет на встречу студентам совсем другой вариант иммиграционный департамент прекрасно знает кто как работает через кого и в какие учебные заведения зачисляется поэтому идут отказы по студенческим визам то есть он подтверждает что я раньше сказал что агенты тоже имеется red flag короче красный флаг что если ты завозишь в эти колледжи то есть вы с агентами даже не можете работать с этими услышьте меня друзья я опять передернул все факты ему говорят что ты кошмаришь плати в нормальный колледж будешь учить и сам подашься я сам подался в нормальный ну в самый дорогой колледж там не будет отказа потому что колледж дорогой а ты подаешься через говно агентов говно колледж в этом проблема в этом будет отказ Юрий Попов дали там удалены у этого Юрия Попова комментарии ваш отзыв может расстроить бизнес тем кто бросает тень на такой способ ребят раз десять это прочел не понял ну я понял что он имеет ввиду но вы видите да человек формулирует свою мысль еще раз ваш отзыв может расстроить бизнес бузинес естественно не бизнес а бузинес тем кто бросает тень на такой способ ну что имеется ввиду это я так понял то что было удалено человек защитил Петрова смотрите что дальше отвечает Вадик каждый вправе выбирать любой способ и нести ответственность за свой выбор ваш отзыв о Петрове я удалил мне его деятельность неинтересна Юрий Попов отвечает то есть видимо был положительный отзыв о Петрове то что я говорил человек отвечает а если она вам неинтересна его деятельность Петрова зачем вы про нее сняли видео понимаете да сразу поймал что отвечает Вадик я снял видео про отказы в визах незаконные деятельности образовательных учреждений и агентов пожалуйста не путайте нарушение закона которое оборачивается отказами по визам с дешевым базаром это непрофессионально в любом случае студенты имеют право выбирать свое будущее учитывая 7 минутные выгоды и последующие риски то есть Вадик снял видео о Петрове а сам он никоим образом не Петров а сам он в белом пальто ребят ну в общем слушайте уже 43 минуты надо закругляться ребят кто не понял тот поймет как говорится напишите что вы думаете по этому комментариях ребят 43 минуты откомментировать только Вадиковский двух с половиной минутный выдрест да а еще Петровский полчаса ребят сами понимаете в следующем видео может быть потому что эта война никогда не остановится понимаете аферисты делят кормовую базу которая очень вот такая вот дурачков-то мало ихними услугами пользоваться ребят миллионный раз хочу просто как бы резюмировать подаваясь через Вадика и Петрова вы получаете автоматически по определению отказ если же вы там выиграли в лотерею в лотерею тоже можно миллион долларов выиграть и вам дали визу вы заехали сюда и тут-то вы поняли что это только начало говнокурс вас не ведет ни к какому прости господи гражданству тем более да не говоря уж там о работе какой-то это просто начало где вас начинают уже вау вы заехали да ну давай теперь вас иметь теперь-то у вас обратного-то пути нет вы теперь лузер если назад приедете вы теперь похерите свою мечту и давай тебя разводить уже по полной ребят ну еще там смотрите у нас в телеграме да я тут буквально читал у Дениски комментарии да подельника по киви одурейшем босса Вадика да я вообще был в шоке смотрю ссылочка Дениска рекламирует какой-то курс ой а у нас есть курс вот пожалуйста я кликнул на ссылочку меня перекинуло на сайт киви одурейшем что что вы думаете там ребят я был в шоке там как у копца их него подельника по Канаде этой мрази как он продавал говнокурс типа где купить сим-карту в Канаде иммигрант да иммигранта сам не знает но там-то этот говнокурс был 50 долларов ребят я зашел сюда там тариф значит курс как найти работу а курс как найти работу находясь за рубежом вне в Новой Зеландии как найти работу в Новой Зеландии все как у инфо-цыган ребят современных то есть 100% скопировано Дениска инфо-цыган значит три тарифа полный лох лох такой продвинутый лох ребят цены 170 долларов это полный лох лох обыкновенный 399 долларов 400 да и лох продвинутый лох самый хитрожопый лох хитрожопый лох 749 750 долларов посмотрите ребят у них на сайте курс который якобы вам поможет найти работу в Новой Зеландии там же скидочки по 30 долларов в общем все как у инфо-цыган ребят тоже отдельное видео можно записать можно пройти этот курс заплатить и просто вывалить это все в отдельном видосе ребят но времени нет 47 минут ребят спасибо за внимание напишите в комментариях что вы об этом думаете поддержите просмотрами комментариями чтобы видео продвигалось на ютюбе ребят как я уже сказал я завтра гружусь в авто и по побережью постараюсь выкладывать потому что я камеру с собой беру но я обычно на отдыхе снимаю для души но я поснимаю тут важно проблема не где снять а где залить ну у меня обычно всегда интернет поэтому ребят в любом случае не прощаюсь дольше чем на обычные последнее время 5-7 дней по настроению может быть и чаще даже буду выкладывать то что я вижу вокруг так что ребят спасибо за внимание всем peace подписывайтесь на телеграм-канал там в разы больше обсуждения того что мы не успеваем обсудить на ютюбе всем спасибо пока peace субтитры